РАПУНЦЕЛЬ Жена собиралась родить ребенка, и однажды ей вдруг очень захотелось латука. «А посмотрите, какой зеленый салат!» — воскликнула она, стоя у окна и глядя на соседский огород. В соседском саду было много красивых цветов и вкусных овощей. Особенно выделялся сочный латук. Но была одна проблема. Хозяйка соседа была очень страшной ведьмой, к которой никто не хотел приближаться. «Вы очень хотите съесть его, но если она узнает, у вас будут неприятности». Каждый день она стояла у окна и смотрела на свой салат. Ее муж смотрел на нее с беспокойством и говорил, «Не волнуйся, я что-нибудь придумаю». Но желание съесть латук становилось все сильнее и сильнее. «А я очень хочу его съесть, пожалуйста, муж, принеси мне латук». Жена была голодна и чувствовала, что ее тело слабеет. Муж, видя отчаяние жены, решил, «Не за что я как-нибудь добуду латук». Однажды темным вечером он набрался смелости и пробрался в сад ведьмы. Осторожными шагами он осматривался по сторонам, пока наконец не набрал на самый желанный пучок латука. «Надеясь, это порадует мою жену». Муж побежал домой с латуком в руках. Когда он принес латук домой, на лице его жены расплылась огромная улыбка. «Я никогда не ела такого вкусного салата». Она откусила кусочек и изумилась. Но счастье было недолгим, на следующий день жена захотела латука еще сильнее. «Муж, не мог бы ты купить еще немного?» Глаза жены наполнились отчаянным желанием полакомиться салатом. Желание жены становилось все сильнее и сильнее. Сердце мужа болело, когда он наблюдал, как все больше и больше увядает ее лицо. «Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, ни одного раза больше». Муж принял решение. В ту ночь он снова пробрался в сад ведьмы. На этот раз он решил взять побольше салата. Перелезший через забор и пробравшись в сад, он осторожно сорвал несколько пучков латука. Теперь его жена будет счастлива. Он прижал латук к груди и тихонько пошел домой. Но в этот момент он вдруг услышал позади себя грозный голос. «Как ты смеешь воровать в моем саду, покажи мне!» Муж застыл на месте. Он обернулся, а там стояла ведьма, глаза ее сверкали, лицо раскраснелось от гнева. Муж в ужасе упал на колени на пол. Он сказал, пожалуйста, простите меня. Моя жена родила ребенка, и она так хотела съесть салат, что я не мог не. Голос мужа дрожал, а его руки были смиренно сложены перед ведьмой, дрожа от страха. Ведьма пристально посмотрела на мужа, потом вдруг приподняла уголок рта и сказала. «Я прощаю тебя, но мне нужно, чтобы ты пообещал мне одну вещь». Муж встал на колени перед страшной ведьмой и выслушал ее слова. «Пожалуйста, прости меня. Ради нашего ребенка». В голосе мужа звучала отчаяние точка. Тогда ведьма поставила условие. «Хорошо, но когда твоя жена родит ребенка, ты должен отдать его мне, а я дам тебе этот салат». Глаза мужа расширились. Ребенок. «Но». Муж долго колебался, но, думая о здоровье жены и безопасности ребенка, ему ничего не оставалось, как согласиться на просьбу ведьмы. «Я обещаю. Я отдам ребенка, ведьме точка». В этот момент на лице ведьмы появилась улыбка. Прошли месяцы, и женщина родила здорового ребенка. Ребенок был самым очаровательным на свете. Женщина и ее муж были счастливы, увидев своего ребенка. Но счастье их было недолгим, так как наступило время их встречи. Ты ведь не забыл о своем обещании. В один прекрасный день ведьма появилась из ниоткуда и потребовала ребенка. Сердце мужа и жены разрывались, но они не могли нарушить обещания, данные ведьме. Так малышка была отдана в руки ведьмы, которая дала ей имя Рапунцель. С каждым днем Рапунцель становилась все красивее и умнее, но когда ей исполнилось 12 лет, ведьма решила спрятать ее от всего мира. Ведьма заперла Рапунцель в высокой-высокой башне. Башня была такой высокой, что никто не мог в нее войти, и Рапунцель пришлось оставаться там одной. В башне не было ни лестниц, ни дверей, и только длинные волосы Рапунцель свисали вниз через окно в башне. Ее волосы были такими длинными, что могли бы обернуться вокруг башни много раз. Каждый день ведьма приходила в башню и звала Рапунцель, Рапунцель, распусти свои волосы. Рапунцель подходила к окну, распутывала волосы и спускала их с башни. Эти длинные волосы были единственным способом, с помощью которого ведьма могла подняться в башню. Когда ведьма поднималась в башню, Рапунцель всегда приветствовала ее, мама, какие добрые сказки ты принесла мне сегодня. Рапунцель была одинока, но она всегда была позитивной и веселой. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы Рапунцель, ведьма всегда оставалась строгой, сказки. У меня нет времени на сказки. Ты должна оставаться здесь в безопасности. Внешний мир – опасное место для тебя. Но Рапунцель не могла скрыть своего любопытства к внешнему миру, и после ухода ведьмы она бормотала про себя, что за мир там, за гранью. Я надеюсь когда-нибудь покинуть эту башню и увидеть все своими глазами. В ее сердце жило желание покинуть башню и почувствовать себя свободной, и она выразила свои мечты и надежды в песне. Песня Рапунцель наполнила лес, и ее голос разносился далеко-далеко. Рапунцель была заточена в башне, но ее сердце и ее мечты всегда летели на свободу. Она знала, что однажды ее мечты сбудутся. Песня Рапунцель Принц он оказался перед высокой старой башней, где пение стало еще отчетливее, и принц заметил светловолосую девушку, которая пела из окна на вершине башни. Каждый день принц возвращался к подножию башни, чтобы послушать ее пение. Его сердце все больше и больше прикипало к ней, и в конце концов он не смог противиться своему желанию встретиться с Рапунцель. Он оглядел башню, но не смог найти способ попасть внутрь. Однажды он услышал крик ведьмы, спустись по волосам Рапунцель. Принц понял, как он может забраться в башню. На следующий день принц набрался храбрости и крикнул, «Волосы Рапунцель, спускайся!». Рапунцель удивилась, услышав голос незнакомца, но ее невинность и любопытство повели ее за собой. Она распустила волосы, принц схватил ее, и они поднялись в башню. Их встреча была волшебной, Рапунцель впервые увидела человеческое лицо, а принц был совершенно заворожен ее красотой и невинностью. Принц признался ей в любви, и она приняла его чувства. Но им не нравилось, что Рапунцель заперта в этой башне. Принц придумал план, как вызволить Рапунцеля из башни. Он пообещал Рапунцель, что будет тайно навещать ее каждую ночь, и вместе они придумали план побега. «Я вытащу тебя из этой башни», — сказал принц Рапунцель, — «и мы сможем жить вместе». Рапунцель воодушевилась его словами, и они стали мечтать о счастливом совместном будущем. Принц и Рапунцель росли в своей любви друг к другу и не теряли надежды, даже когда все казалось невозможным. Их любовь помогла им преодолеть все препятствия. Любовь принца и Рапунцель становилась все глубже и глубже. Каждую ночь они тайно встречались, замышляли побег и делились мечтами о будущем. Но не все было гладко. Ведьма была умна и манипулировала ими, и в конце концов она узнала их секрет. Однажды ведьма, как обычно, поднялась в башню на волосах Рапунцель, но глаза ее были темными и холодными. «Рапунцель, ты обманула меня. Ты впустила в башню человека из внешнего мира. Как я смогу простить тебя за такое предательство?» Рапунцель задрожала от страха и ответила, пожалуйста, прости меня, мама. Я всего лишь хотела быть с тем, кого люблю. Но ведьма уже все решила, она холодно решила наказать Рапунцель. Ведьма отрезала золотые волосы Рапунцель и сослала ее в забытый край, в безлюдное место, где ее никто не мог найти. Рапунцель осталась одна, и ей пришлось бороться за выживание. Она вспомнила об обещании, которое дала принцу, которого любила, и поклялась выжить, несмотря ни на что. Тем временем ведьма решила заманить принца в ловушку. Когда принц снова пришел в башню, она заманила его туда, подражая голосу Рапунцель, 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 пусть упадет твоя голова. Принц с радостью взобрался на башню, но вместо своей любимой Рапунцель его ждала разъяренная ведьма. «Я позабочусь о том, чтобы ты воссоединился с Рапунцель», — прошипела ведьма, проклиная принца и сталкивая его с башни. Принцу не повезло, ветка попала ему в глаз, и он ослеп. Он остался один в отчаянии, без Рапунцель и без зрения. Но сила любви могущественна. Слепой принц бесконечно скитался в поисках Рапунцель, а она хранила свою любовь к нему близко к сердцу, надеясь, что однажды они воссоединятся. Прошло много лет, и слепой принц бесконечно скитался, единственным утешением в его сердце было воспоминание о любимой Рапунцель. Он искал ее день за днем, надеясь услышать ее голос. И вот однажды он услышал в лесу прекрасную песню, и это была песня Рапунцель. Принц направился к источнику звука и, наконец, нашел ее в заброшенном саду. Узнав его, Рапунцель бросилась к нему и крепко обняла. «Принц, ты не знаешь, как я скучала по тебе», — сказала она, плача. Ее слезы потекли по лицу принца и чудесным образом вернули ему зрение. Принц снова мог видеть, и, глядя на прекрасную фигуру Рапунцель, он сказал, «Рапунцель, любовь моя, ты снова открыла мне глаза. Теперь мы можем быть счастливы вместе». Они крепко обнялись и долго не расставались, словно наверстывая упущенное. Принц и Рапунцель вернулись в королевство принца и начали новую совместную жизнь. Жители королевства встретили их с радостью, и история их любви разнеслась по всей стране. Они были тронуты, услышав о приключениях Рапунцель и о преданной любви принца. Принц и Рапунцель стали самой любимой парой в королевстве, и со временем их любовь становилась все глубже и глубже. Они столкнулись со многими трудностями, но через все это они поняли, что такое настоящая любовь. Их история любви стала легендой, которая прошла испытание временем, неся всем послание любви и надежды. Принц и Рапунцель жили счастливо долгие годы. Принц и Рапунцель 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok